В научные роты призвано уже несколько десятков студентов. Число желающих превысило количество мест в подразделениях. Об этом журналистам сообщил проректор по учебной работе МГТУ имени Баумана Борис Подалкин. При отборе кандидатов на прохождение срочной службы в период обучения в УЗИ учитывались и успеваемость студентов, и их участие в научной деятельности университета. Из МГТУ имени Баумана всего было подано около 300 заявок. Ребята понимают, что есть закон, необходимо после окончания ВУЗа идти служить в армию. И, конечно, у многих были вопросы в связи с тем, что нужно делать перерыв на год в своей карьере и возможность, по сути дела, продолжить заниматься профессиональной деятельностью. Конечно, это для многих было достаточно интересным, и многие увидели в этом хорошую перспективу. В научных ротах будут служить не только бауманцы, но и студенты физтеха, МАИ и других технических вузов. Борис Подалкин заверил, что пребывание в армии не оторвет студентов от их профобучения. Положение о научных ротах, которое утверждено министром обороны, предполагает службу так, как положено. И, понятно, у ребят будет и боевая подготовка, конечно, и строевые занятия, физическая подготовка в обязательном порядке. Но самое главное, они будут вести, по сути дела, инженерную деятельность, если говорить о выпускниках МГТУ имени Баумана, и будут работать по тем специальностям, которые они получили у нас в университете. В настоящее время уже сформированы две научные роты в Подмосковье и в Воронеже. После прохождения службы в научных ротах, ребята смогут ее продолжить на офицерских и гражданских должностях в военных институтах.